Оперативно-профилактическое мероприятие «нетрезвый водитель» сотрудники ОГИБДД по Дмитровскому городскому округу и 2-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» провели на круговом движении рядом с монументом «Танк» 10 апреля поздним вечером. По словам сотрудников Госавтоинспекции, статистика показывает, что именно в выходные дни в вечернее время зафиксировано наибольшее количество случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. «Сегодня мы проводим мероприятие «нетрезвый водитель». Проводим его на регулярной основе. Совместно также используем силы ОГИБДД города Дмитрово. Также работаем с ГАИ города Талдама, с ГАИ города Матища, то есть все прилегающие территории. Водитель в состоянии опьянения – это пич Московской области, потому что люди не отвечают за свои действия и за те последствия, которые они могут принести. Последствия очень тяжелые, потому что эти ДТП, как правило, с летальным исходом, либо когда люди там получают тяжелые вещи. Соответственно, мы в этом управлении активно работаем». В рамках ОПМ сотрудники двух подразделений госавтоинспекции осуществляли массовую проверку водителей транспортных средств на состояние и признаки алкогольного и наркотического опьянения. «Как показывает анализ аварийности, за 2020 год только на территории обслуживания отдела ГИБДД по Дмитровскому городскому округу произошло 16 дороже транспортных происшествий по вине водителя, находящихся в состоянии опьянения, в которых один человек погиб и 23 человека получили ранения различной степени тяжести. За три месяца 2021 года на территории обслуживания отдела ГИБДД по Дмитровскому городскому округу уже произошло одно дороже транспортное происшествие, в котором один человек пострадал. «Согласно Кодекса об административных правонарушения Российской Федерации, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского свидетельства предусматривается лишение права управления от полутора до двух лет, административный штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусматривается уже уголовная ответственность по статье 264 УК РФ». Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения недопустимо. В случае употребления спиртных напитков следует не садиться за руль и воспользоваться услугами пассажирского транспорта или такси. От этого зависят жизни людей. «За 2021 год, за три месяца у нас уже произошло на территории обслуживания шесть дорожных транспортных происшествий. Ну это административные, ну любой административный ДТП может перерасти в учетные, в которых погибли или пострадали люди. То есть шесть. Эта цифра очень большая. Слава богу, тяжелых последствий не было. Но этих людей надо убирать с дорог. Если увидите, что гражданин управляет транспортным средством в состоянии опьянения, либо с признаками алкогольного опьянения, либо наркотического опьянения, в обязательном порядке позвоните 112. В обязательном порядке. То есть помощь со стороны сотрудников ГАИ придет немедленно. Но в контексте в том, чтобы по практике, как показывать, что человек звонит, говорит, черная машина едет неуверенно. Для нас это очень трудно найти такую машину. Поэтому мы склоняемся к тому, чтобы люди называли марку-модель, либо государственный регистрационный знак, либо частично его. Там либо цифры, либо буквы, чтобы нам было за что зацепиться. По итогу мероприятия был выявлен один водитель в нетрезвом состоянии, на которого был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8. Госавтоинспекция еще раз обращается к жителям округа. Если вы стали свидетелями того, что нетрезвый водитель управляет транспортным средством, сообщите об этом дежурную часть по телефоном, указанным на экране. 8 496 224 3708 8495 993 94 02. Пьяный водитель представляет собой огромную опасность для всех участников дорожного движения.